Здравствуйте! Вы на канале Школа Видеоблогера. Меня зовут Ольга, и сегодня мы продолжаем изучать тему «Авторское право на YouTube». В этом видео вы узнаете о том, что такое авторское право и авторский контент. Прежде всего, давайте дадим определение понятиям авторский контент и авторское право. Авторский контент — это текстовое содержание, изображение, аудио, видео и прочие файлы любых расширений, самолично созданные автором, то есть от начала и до конца. Авторское право — это юридический термин, используемый для описания прав, которыми обладают авторы на созданные ими произведения, представленные в материальной форме. Авторское право распространяется на такие виды контента, как аудиовизуальные произведения — это телешоу, фильмы, онлайн-видео и т.д., звукозаписи и музыкальные композиции, письменные произведения, статьи, книги, лекции и другое, произведения изобразительного искусства, картины, реклама и т.д., видеоигры и компьютерные программы, а также драматические произведения, как пьесы и мюзиклы. Хочу отметить, что идеи, факты и нематериальные процессы, также названия и заголовки произведений не охраняются авторским правом. Кто же на YouTube отвечает за авторские права? Первое — это система Content ID. Подробнее об этой системе вы можете узнать из других наших видео. Второе — это форма уведомления о нарушении авторских прав. То есть любой автор, который увидел, что его материалы используются на YouTube без соответствующего разрешения, может сообщить об этом, заполнив специальную форму. И третье — это программа проверки контента. При помощи этой программы можно автоматизировать процесс уведомлений о нарушении авторских прав и блокировать видеонарушителей. Также существуют случаи, при которых использование чужих материалов, защищенных авторским правом, не будет являться нарушением. Это так называемое добросовестное использование, например, игровой контент или обучающий контент. Но не забывайте, что владелец авторских прав всегда может подать жалобу на ваши видео. Даже если вы указали правообладателя в метаданных видео, не монетизируете видео, или же вы нашли уже похожее видео на YouTube, или купили контент в музыкальных сервисах, или самостоятельно сделали запись мероприятия. Также очень важно помнить, что законодательство по авторскому праву может отличаться в зависимости от страны, в которой были зарегистрированы произведения. В этом видео вы узнали, что такое авторское право и авторский контент. Спасибо за внимание и постарайтесь не нарушать авторских прав. Пишите вопросы под этим видео и подписывайтесь на наш канал Школа Видеоблогера. Субтитры сделал DimaTorzok